Сегодня Владимир Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с в Рио главой Чуваши Олегом Николаевым. Руководитель региона доложил президенту о текущей ситуации в республике, связанной с новой коронавирусной инфекцией. А также обратился с рядом просьб о финансовой поддержке для строительства больниц, водоводов и дорог. Олег Николаев отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией обнажила проблемы в системе здравоохранения. В Чувашии нет республиканской инфекционной больницы, а корпуса клинической больницы, в которой расположен сердечно-сосудистый центр, нуждаются в ремонте. В ходе деловой встречи была затронута и тема развития сельского хозяйства. Олег Николаев отметил, что в этом году республика может выйти на рекордные объемы валовой продукции. В регионе принят ряд дополнительных мер по поддержке селян. Существенно снижена ставка по ипотеке. Если федеральная норма позволяет людям получить сельскую ипотеку по 3%, то различные категории работников сельского хозяйства, проживающих в сельской территории, могут снизить этот процент до 0,1%. Это прежде всего семьи и более детьми, ну и другие категории чуть выше. На эту меру мы также пошли сознательно, потому что у нас в республике чуть больше 40% проживает в сельской местности. Также Олег Николаев поднял вопрос запуска работы Шимуршинского водохранилища. На сегодняшний день объект законсервирован. Однако если достроить водоводы и запустить водохранилище в работу, то примерно 60 тысяч человек смогут пользоваться чистой и качественной водой. Кроме того, объект позволит снабжать и соседние районы республики Татарстан. Если бы вы поддержали данные предложения и дали бы поручение Министру и в рамках уже действующей программы «Чистая вода» нам доработать этот проект, а проект осенивается примерно в 1,7 миллиарда рублей, соответствующую работу по разработке проектной смертной документации мы уже начали и планируем завершить в конце года, то это было бы тоже очень полезно для повышения качества жизни, получается, трех районов Чувашской республики и тех производственных объектов, которые там осуществляют свою хозяйственную деятельность. Олег Николаев также рассказал о строительстве в Чебоксарах магистральной трассы, которая должна объединить три больших микрорайона – северо-западной, юго-западной и новоюжной. На ее возведение необходимо более 20 миллиардов рублей. Рео главы Чувашии попросил Владимира Путина поручить Министерству транспорта страны выделить средства на начало строительства новых дорог. А те вопросы, которые вы поставили, они, безусловно, являются актуальными. Нужно, я постараюсь вам помочь, нужно, чтобы вы вписались в национальные проекты. Это касается инфраструктуры, дорожной инфраструктуры, строительства медицинских учреждений. Ну, давайте, я знаю, вы направили уже соответствующие письменные обращения. Они будут оформлены поручениями в адрес различных ведомств, правительства в целом. Поработайте с коллегами в Москве. Я хочу пожелать вам успехов. Татьяна Самсонова, Вести Чувашия.